Здравствуйте! Добро пожаловать на вторую лекцию по курсу обучения с подкреплением. Тема лекции Markov Decision Process, или иначе говоря, Марковский процесс принятия решений. Если вы находите эти видео полезными, пожалуйста, подпишитесь на канал, это очень помогает. Спасибо и приятного просмотра! Тема супер важная, прям супер важная. На этом, ребята, стоит весь, весь reinforcement learning. Значит, мы сегодня с вами рассматриваем Марковский процесс принятия решений, или на английском говоря, Markov Decision Process. Markov — это Markovский, Decision — это решение, а Process — это процесс. Давайте посмотрим, из чего это все добро состоит. Окей, Markov Decision Process. Вы эту картинку уже видели в прошлый раз. Это получается у нас, есть некоторое окружение, environment, есть агент, который с этим окружением взаимодействует, совершая действия. Окружение возвращает ему новое состояние, в которое оно переходит. Тут будет нюанс, мы об этом поговорим. И возвращает ему награду. Мы с вами с понятием награды познакомились в прошлый раз, с понятием действия тоже познакомились в прошлый раз, но с понятием состояния в тот раз мы познакомились довольно условно. В ванильной постановке наших одноруких бандитов у нас вообще не было понятия состояния, оно все время было одно и то же. Потом мы его добавили, когда говорили про контекстных бандитов. Но тогда это просто позволило нам разложить одну задачу на несколько задач, где для каждого состояние отдельная задача. Но в чем была разница с данной ситуацией, что мы с вами ни в какое другое состояние не переходили. То есть мы к нам... То есть наступала пора дергать рычаг на руку бандита, мы его дергали, и дальше просто приходило следующее состояние произвольное. Наше действие на это никак не влияло. Но на самом деле, когда мы с вами будем рассматривать задачу обучения с подкреплением во всей красе, у нас с вами от наших действий зависит следующее состояние. То есть если вы представите себе шахматную партию, вы видите, как у нас... То есть мы можем сказать, что состояние этой партии описывается положением фигуры на доске, и нет ничего удивительного в том, что ваши действия, ваш ход влияют на состояние, на положение фигуры на доске. Это очевидно. На самом деле, ваш ход еще влияет на оппонента, который делает какой-то ответный ход. Итоговое состояние, которое к вам придет, на самом деле, после этого, это не состояние доски после вашего хода, а состояние доски после хода вашего оппонента. То есть вы получаете состояние на тот момент, когда вам пора принимать решение. Пока ваш оппонент думает, здесь состояния никакого нет. Поговорим о нашей нотации. Мы с вами через О1, О2 и так далее, и так далее, ОТ будем обозначать наблюдение. То есть мы, когда с вами совершаем действие, мы с вами после этого обозреваем мир вокруг нас, и на основе этого получаем какую-то информацию о том, в каком состоянии мы находимся. Понятное дело, что когда вы видите всю шахматную доску, вообще, если мы рассматриваем вариант, где вы играете, ваш агент играет в шахматы или играет в го, то в этом случае понятно, что ваше наблюдение – это положение фигуры на доске в шахматной партии, или положение камней на доске в партии в го, и это полностью описывает на самом деле текущее состояние, можно так сказать. Таким образом, нет большой разницы между наблюдением и состоянием. Тем не менее, если вы представите себе робота, который ориентируется на основе камеры, то он не видит все, что вокруг него находится. Он смотрит в какую-то одну сторону, например, и получает наблюдение, но при этом это нельзя приравнять к состоянию его. Или, может быть, более понятный пример – это Старкрафт, когда там есть туман войны, и вы не видите вражеских юнитов там, где нет вас. Ваших юнитов и ваших зданий. Соответственно, ваше наблюдение – это только то, что не закрыто туманом войны, но реальное состояние системы – это и то, что вы видите, и то, что находит закрытым туманом войны. Так, дальше. В каждый момент времени у нас с вами есть действия. А1, А2 и так далее. АТ. На что важно обратить внимание с самого начала? На то, что у нас с вами здесь время дискретно. То есть, оно непрерывное, у нас с вами есть шаги. Соответственно, если мы с вами это перевели бы в непрерывный какой-то сценарий, то просто у нас с какой-то частотой, собственно говоря, все это по-прежнему дискретизировалось бы. Так, и в каждый момент времени после совершения действия мы с вами получаем награду. Агент получает награду. То есть, не знаю, робот становится ближе к цели, вы становитесь ближе к победе в шахматах, вы становитесь ближе к победе в го. Ну, что угодно, да. Как бы вы не измеряли победу, награду, вы эту награду каждый ход получаете. Вот. И теперь, когда у нас все это есть, то мы можем с вами вести понятие истории в момент времени Т. Это все, что с нами происходило от начала так называемого эпизода до момента времени Т. Все действия, которые мы совершили, все наблюдения, которые у нас были, все награды, которые мы получили. То есть, это полностью описывает эпизод. По крайней мере, в глазах агента. Почему я говорю про глаза агента? Потому что наблюдения не совпадают с полным описанием того, что происходит. Так, и вот мы переходим к важному понятию состояния. Состояние – это информация о том, что произойдет дальше. В каком-то плане. Точнее, определяющее то, что произойдет дальше. То есть, агенту необходим инструмент, планирование, да, необходимо понимать, ну, что происходит, да, для того, чтобы можно было понять, как его действия повлияют на то, что произойдет дальше. Чтобы понять, как ваши действия повлияют на то, что произойдет дальше, нужно понимать, в каком состоянии вы находитесь сейчас. Да, то есть, если вы находитесь в шахматах, в состоянии, когда вам можно поставить мат в два хода, да, но при этом сейчас ваш ход, и вы можете этого избежать, то, то есть, это то относительно, Ничего, ваш ген должен быть в курсе для того, чтобы принимать рациональные какие-то решения. Тем не менее, мы здесь будем разделять два понятия. Это состояние окружения, или, иначе говоря, world state, состояние мира. Это, скажем так, реальное состояние окружения. Если мы будем говорить с вами про робота, который находится в нашей реальности, то состояние мира – это буквально состояние мира. И это то, что вы совершенно не способны будете описать математически, как-то уложить свой алгоритм и так далее. Но для нашего агента мы можем предложить некоторое упрощение. Мы можем сказать, дружище, мы понимаем, этот мир суперсложен, но давай ты будешь ориентироваться на такие-то абстракции, такие-то упрощения, будешь смотреть только на это, на это и на это, и это будет описывать для тебя состояние мира. И обратите внимание, что чем сильнее состояние агента отклоняется от состояния мира, чем больше это упрощение, тем хуже ваш агент может научиться действовать в этом окружении. Чем больше полезной информации он выбрасывает, той, которая реально влияет на то, что произойдет дальше, тем хуже, в принципе, он будет работать. Но хорошая новость в том, что в каких-нибудь шахматах состояние мира и состояние агента – это что-то, перед чем часто можно поставить знак равенства, потому что, как я уже сказал, вся доска видна. Если мы еще и в шахматах добавим туман войны, то это будет вообще непонятно что. Так, соответственно, состояние мира – это то, что в реальности определяет, какое состояние будет следующим, а состояние агента – это то, за счет чего агент принимает решение о том, что будет дальше. И это часто какое-то упрощение о состоянии мира. Так, теперь, мы с вами смело можем сказать, что состояние в момент времени t – это функция от истории. То есть мы с вами знаем, что история к моменту времени t описывает все, что произошло от начала эпизода до момента времени t. Соответственно, этого должно быть достаточно. Это вся информация, в принципе, которая есть для того, чтобы определить, куда мы перейдем дальше. Поэтому в этой надписи, что состояние момент времени t – это функция от истории в момент времени t, здесь вообще нет ничего, это настолько очевидная запись. Так, теперь, мы с вами в попытке разобрать, что такое марковский процесс принятия решений, будем постепенно к этому двигаться, постепенно усложняя. Сначала мы с вами рассмотрим понятие марковского процесса, потом мы рассмотрим с вами понятие марковского процесса с наградами, и потом перейдем, наконец-то, к марковскому процессу принятия решений, который, помимо решений, кстати, награды тоже будет содержать. То есть это будет постепенное-постепенное усложнение. Давайте сначала поговорим о том, что такое Markov Assumption или предположение марковости. Смотрите, нам для того, чтобы предсказать, что случится дальше, как мы знаем, точнее, чтобы можно было определить распределение состояний на следующий шаг, нам, понятное дело, достаточно истории. Потому что это вся информация, которая есть об эпизоде. Тем не менее, представьте, что для такой оценки распределения состояний на следующий шаг было бы достаточно знать только текущее состояние и действия, которые мы совершим. Например, когда мы играем в шахматы, я знаю, что если я пойду сюда, не знаю, возьму пешку противника конем, и мой конь будет не защищен, и мой противник... Ну, в общем, даже не так. Мне не нужно даже это, собственно говоря, знать. Главное, что я знаю, что если я после своего хода оставлю доску в какой-то позиции, то эта позиция, это будет единственное, что будет влиять на ход моего оппонента. Он какой-то рациональный ход там будет искать. Ему не важно будет совершенно, как мы к этому пришли. Ему не нужна история для того, чтобы принять решение. Он будет смотреть только на позицию. То есть в данном случае шахматы – это игра, где вот эта марковость идеально или почти идеально выполняется. Потому что на самом деле я мог вывести своего оппонента из себя до этого какими-то шагами, и поэтому он уже не на позицию смотрит, а учитывает всю историю моих каких-то странных, выводящих его из себя ходов. В чем очарование вообще этой ситуации? Когда мы с вами работаем с марковским процессом, нам на самом деле намного проще. Потому что мы можем отбросить все ненужное, оставить только состояние и действие. И в чем еще очарование? В том, что на самом деле это в каком-то плане неупрощение, потому что мы здесь пока еще не сказали, каким образом мы определяем с вами состояние. И если я скажу, что состояние – это история к моменту времени t, то это опять же мое определение превратится в самую очевидную запись. Таким образом, предположение марковости ничего на самом деле не нарушает. Но понятное дело, что вы не будете рассматривать историю как состояние, состояние как историю, вы все равно будете идти к какому-то упрощению. Это упрощение все равно так или иначе часто марковость будет нарушать. И чем сильнее оно марковость будет нарушать, тем хуже будет работать ваш агент. Но тем не менее, это упрощение, это переход к марковости, он вам необходим для того, чтобы мы могли с вами работать с алгоритмами обучения с подкреплением. Потому что они полагаются на соответствующую математику. Итак, начнем с вами с марковского процесса. И марковский процесс описывается всего двумя элементами. Первый элемент – это конечное множество состояний. В данном случае, теперь смотрите, мы просто говорим, у нас есть, я не знаю, там, n состояний. И динамическую модель. Динамическая модель описывает, с какой вероятностью вы из одного состояния перейдете в другое состояние. Все очень просто. То есть это просто матрица, в данном случае n на n, если n – это количество состояний. Такая, что у вас получается, да, сейчас мы перейдем к записи матрицы. Получается, что у вас сумма элементов в каждой строке будет равна единице. Итак, вот это вот mp, это марковский процесс, да, то есть марковский процесс описывается двумя элементами. Это конечное множество состояний и динамическую модель. То есть динамическая модель, как видите, задает вероятность, что вы перейдете в состояние s' при условии, что сейчас, то есть, находитесь в состоянии s. Так, вот, собственно говоря, матричная запись, да, то есть это матрица, у которой n строк, n столбцов, да, и it, yt элемент обозначает вероятность того, что вы перейдете, получается, в it состояние, стоп, it, yt столбец, это вероятность того, что вы перейдете, о, it, yt элемент, да, то есть это итая строка, yt столбец, это вероятность того, что вы перейдете в jt состояние из итого. Так, давайте рассмотрим пару интересных свойств этой матрицы. Ну, они довольно тривиальные, но хуже от этого никому не будет. Итак, у нас с вами есть наша динамическая модель. У нас с вами есть наша динамическая модель. И здесь вероятность того, что мы перейдем с вами в состояние s1 из состояния s1, вероятность того, что мы перейдем в состояние s2 из состояния s1, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, здесь будет, давайте, я тоже запишу, вероятность того, что я перейду в состояние s2 из состояния... Так, нет. Перейду в состояние s1 из состояния s2. Вероятность того, что я перейду в s2 из s2. Вот так. Теперь, что интересно Представьте, что я закодирую текущее состояние в виде one-hot encoding вектора То есть это вектор, длина которого равняется n На и той позиции, которая стоит единица, если я нахожусь в этом состоянии И в виде строки умножу слева на эту матрицу То что я получу? Смотрите, у меня это на и той позиции стоит единичка И что я получу? Я получу строку Во-первых, это будет строка Во-вторых, это строка Элемент этой строки Да, вообще, как эта строка будет записываться? Это будет p, s1, s, i, t Первый элемент Я беру, умножаю У меня все умножается на нули, кроме первого элемента и этой строки Это p, s1, s, i, t Второй элемент это p, s2, s, i, t И так далее А, t не писать нужно Да, все правильно Спасибо большое Все верно Извините, пожалуйста Да, все верно Так, это строка Транспонировать Я привык писать транспонировать, когда строка Так, хорошо Смотрите Я говорю, значит, если я нахожусь в этом состоянии И я умножаю one-hot and causing вектор на эту матрицу То я получаю распределение состояния на следующий шаг Правильно, я был в этом состоянии А теперь у меня вектор, где первая компонент Это с какой вероятностью я окружусь в первом состоянии После этого Вторая компонента С какой вероятностью я окружусь в втором и так далее Ну что интересно Что то, что у меня слева перед матрицей Да, это тоже распределение состояний на данный момент Да, просто я со 100% вероятностью нахожусь в этом состоянии Так вот, что интересно Что если у меня там был бы набор состояний Да, то есть у меня было бы здесь Так, вы пишете, да? Давайте так Если бы у меня здесь было Вероятность того, что я в S1 Вероятность того, что я в S2 И так далее, и так далее Когда я умножил бы на нашу матрицу P Что бы я получил? Здесь я получил бы сумму По всем А нет, я сумму бы не получил Сумма мне не нужна А нет, сумма мне нужна Простите Сумма мне нужна По всем И P S1 при условии S и T, да? Умножить Так, сейчас, секундочку P S1 при условии S1 P S1 при условии S2 Умножить на вероятность того, что я Да При условии того, что Умножить на вероятность того, что я в состоянии S1 Да? То есть вот это Это уже вероятность того, что Я перейду в состояние S1 Так вот Что получается? Получается, что если у меня есть Распределение состояния на текущий шаг Я умножаю это как строку На матрицу На нашу динамическую модель Я получаю распределение состояния на следующий шаг Что это значит? Это значит, что если я хочу узнать В каком состоянии я окажусь Точнее, какое распределение состояния через 10 шагов Да? Я могу умножить Просто взять распределение состояния на текущий шаг И умножить 10 раз на матрицу Потому что я каждый раз получаю распределение на следующий шаг Вот Поэтому такая запись динамической модели Нам на самом деле достаточно удобна Так, это мы с вами разобрали марковский процесс Смотрите Все, что нас волнует, когда мы говорим про марковский процесс Это то Как мы переходим в состояние Больше ничего не происходит Мы просто переходим из одних в состояние в другие У нас есть простой инструмент, как понять С какой вероятностью в каком состоянии мы окажемся И при условии, что сейчас мы в этом состоянии Что происходит, когда мы переходим от марковского процесса К марковскому процессу с наградами? Не поверите, но у нас добавляются награды Значит, у нас точно так же есть конечное множество состояний S Это ничего не изменилось У нас точно так же есть динамическая модель Да? Которая описывает, какое состояние с какой вероятностью мы перейдем Если на данный момент находимся в этом состоянии Но происходит еще одно изменение Теперь мы с вами Когда приходим в какое-то состояние S Мы с вами получаем какую-то награду Что интересно, что награда у нас тахастическая Вероятностная, то есть Но у нас с вами есть модель наград И модель наград сообщает вам среднее ожидание То есть, если я перешел в состояние ST То я могу определить ожидаемую награду с помощью моей модели наград А я вот это S передаю в мое R и получаю ожидание Понятно? То есть, теперь мы с вами снова бесконтрольно обратите внимание Что как в марковском процессе обычном, так и в марковском процессе с наградами У нас нет никаких действий Мы не принимаем никаких решений Мы полностью безвольные существа Как и в реальности, что интересно То есть, просто если вдруг это будет вам интересно знать То по всем признакам свободы воли у нас нет У нас есть иллюзия свободы воли Это прекрасно Было бы тяжело без нее Но тем не менее, самой свободы воли у нас нет То есть, ваше поведение можно предсказать достаточно точно На основе там ваших, ну всякого Ваших генов, вашего воспитания, культурного бэкграунда и так далее Вот Окей И точно так же, как и в реальности В марковском процессе с наградами мы не принимаем никаких решений Нас несет из состояния в состояние Мы получаем какие-то награды Вот Тем не менее Здесь Необходимо уже сказать То есть, это же какое-то число, да Суммарная награда, да И она суммируется, суммируется, суммируется Возникает вопрос Как много шагов мы здесь с вами проходим Потому что если мы проходим бесконечное количество шагов То все как будто бы Расплывается Становится непонятно, зачем это все нужно Поэтому Мы с вами будем говорить О так называемом горизонте Для наших эпизодов Да, это какое количество шагов Нам до конца эпизода И мы будем рассматривать с вами бесконечные эпизоды в том числе Но Для того, чтобы говорить о бесконечных эпизодах Нам необходимо будет понятие Коэффициента дисконтирования гамма Дискаунт фактор Это число от нуля до единицы И таким образом Вот эти четыре элемента Множество в состоянии S Динамическая модель P Модель наград R И дискаунт фактор гамма Описывают наш марковский процесс с наградами Еще раз обращаю внимание Что здесь нет никаких действий и принятия решений Теперь немного о дискаунт факторе И на что он, собственно говоря, влияет То есть, как я уже сказал Горизонт это количество шагов в нашем эпизоде И когда мы с вами будем рассматривать Суммарную награду с данного шага до конца эпизода То нам нужно просуммировать все награды, которые будут И если у нас вдруг эпизод бесконечный То награда очень легко может уйти в бесконечность Потому что это бесконечная сумма получается Тем не менее, как только мы добавляем Коэффициент дисконтирования в следующем виде То есть, награда на следующий шаг Мы получаем ее как будто бы целиком Награда Точнее, награда на этот шаг Мы получаем ее целиком Награда на следующий шаг умножается на гамма Где гамма, например, меньше единицы То есть, мы за этот шаг получаем Я не знаю, доллар За следующий шаг столь же успешный Просто потому, что он удален отсюда Мы получим 90 центов, например Если коэффициент дисконтирования 0.9 На следующем шаге, при таком же успехе доллар То есть, когда мы там окажемся На самом деле, получим доллар Но В нашей модели сейчас Мы с вами делаем так Что Нам награда, которую мы получим Через два шага Менее важная Чем та награда, которую мы получим прямо сейчас Вот, то есть Если мы с вами скажем Окей, что если коэффициент дисконтирования равен единице Тогда Награда, которую мы получим через три года Для нас важна Так же, как та награда, которую мы получим сейчас И в этом случае Вы Откажетесь сейчас От всех удовольствий, которые вы получаете На которые вы тратите деньги Все деньги пойдете и инвестируете В какие-нибудь акции Потому что Это все должно вырасти, да По логике И тогда вы получите больше денег И ничего страшного Что сейчас вы чего-то не дополучите Не доедите Самое главное Что все это дополучите потом Если считать, что вашу награду Можно как-то измерять в деньгах Допустим, так Для упрощения Хотя на самом деле Конечно же Это слишком сильное упрощение Вот Если мы сделаем Коэффициент дисконтирования Равный нулю Это приведет к тому Что Нам важна Награда, которую мы получим сейчас Да После нашего данного действия А дальше Хоть трава не расти Нам вообще все равно Понятно, да Это Вот Жадные алгоритмы Действуют именно так Я хочу сейчас Максимальную награду И не важно Приду ли я в такое состояние В котором Я буду получать Какие-то низкие награды Понятна эта логика, да? Соответственно Вы спокойно можете Вспомнить своих знакомых У которых коэффициент дисконтирования Близок к единице И легко можете вспомнить Своих знакомых У которых коэффициент дисконтирования Близок к нулю Да, но раз вы Пол девятого вечера Сидите в университете На паре И 60% из вас Еще и не Пришли сюда Хотя она полностью Для них опциональна Да, говорит о том Что у вас коэффициент дисконтирования Близок к единице Потому что это наверняка Не самое лучшее Не самое приятное Время препровождения для вас Потому что Ну Могу себе представить Вот Но Зато Когда у нас гамма Меньше единицы Мы можем с вами Легко рассмотреть Бесконечные эпизоды Потому что эта сумма GT По прежнему будет конечной Понятно, да? То есть этот Ряд Он у нас Сходится Окей Что интересно Интересно то, что теперь Когда у нас с вами есть Возможность получать награды Да С шага Т и дальше Мы можем задаваться Вопросом Вот я прихожу В какое-то состояние И я могу задать вопрос Окей Какое Какая ожидаемая награда Меня ждет С этого момента И до конца эпизода То есть если вы То есть в данном случае Да Процесс Марковский процесс награды Здесь отсутствует Принятие решения В принципе Да Но вы можете наблюдать За тем Как кто-то играет в шахматы Да И пытаться оценивать Кто из людей победит Да И соответственно Вы видите Что один игрок Подставляется В такую ситуацию Что Другой игрок Может ему поставить мат В один ход Да И вы понимаете Окей Там Мат ожидания Награда первого игрока Здесь Низкая Мат ожидания Второго игрока Награда второго игрока Высокая И вот эта функция Которая описывает Ожидаемую награду Когда вы находитесь В таком-то состоянии Называется функция ценности На английском Это value function Это одно из центральных понятий Обучения с подкреплением То есть когда мы с вами Рассматривали на прошлой лекции Основные компоненты Системы обучения с подкреплением У нас с вами Один из компонентов Был как раз Функция ценности Вы можете явно ее как-то Пытаться оценить Можете не пытаться ее оценить Но она всегда есть Да Потому что у вас есть состояние У вас есть награда У вас есть Весь этот процесс И соответственно Есть на самом деле Ожидаемая награда Которую вы получите От этого состояния До конца эпизода Другое дело Что вы можете Эту функцию ценности Не знать Потому что если вы ее знаете То все Становится гораздо проще Вы ее в реальности Не знаете И Что мы с вами будем изучать В частности в рамках этого курса Это Способы как эту функцию Оценить Что интересно Что эта функция Не может быть произвольной То есть Если вы Знаете Динамическую модель Модель наград И коэффициент дисконтирования То в этом случае Вы можете вычислить Все значения Функции ценности Просто в реальности Вы еще не будете знать Динамическую модель Модель наград И коэффициент дисконтирования Вы Задаете Так вот То есть У этой функции ценности У нее есть своя структура Откуда она берется Смотрите Допустим Мы находимся с вами В каком-то таком состоянии Мы здесь И У нас есть с вами Точнее Мы пока с вами Решение не принимаем Да У нас Просто есть динамическая модель И она говорит Что с вероятностью Одна вторая Мы перейдем в это состояние А с вероятностью Одна вторая Мы перейдем в это состояние Причем Здесь мы получим с вами Награду 3 Здесь мы получим Награду 4 И там и там Например у нас Эпизод закончится Получается вам Этого достаточно Чтобы оценить Ценность этого состояния Да То есть Если я в этом состоянии Начну То Моем от ожидания Награды 3,5 То есть Вы не можете Просто взять И Да Вы не можете Просто взять И расписать Для каждого состояния Там какая ценность будет Потому что Функция ценности Полностью определена Тем какая у вас Динамическая модель Модель наград И коэффициент дисконтирования Теперь давайте Вникнем В Равенство Уравнение Беллмана Простите В данном случае Для бесконечных Марковских процессов С наградами О чем здесь речь Итак В от С Равняется Р от С Плюс Гамма На сумму С штрих Принадлежит С П С штрих С На В от С Штрих Что это такое? Мы с вами спрашиваем Окей Какую награду Какую ожидаемую награду Мы получим Если мы начнем С состояние С До конца эпизода Ответ Вы когда перейдете В состояние С Получите Вот такую награду В среднем Верно? Это наша модель Наград Дальше П штрих От С Ой Извините П От С штрих При условии С Умножить На В от С штрих Это Получается В от С штрих Это ценность Нахождения В состоянии С штрих То есть Мат ожидания Награды В состоянии С штрих И дальше А это вероятность Что мы туда перейдем Из нашего состояния С То есть Мы с вами По всем состояниям В которые мы можем попасть Считаем Ожидание ценности Да То есть Ценность состояния В которые мы попадем Умножена вероятность Что мы в него попадем Понятно? И Так как это будет Не с этого шага А со следующего У нас добавляется Коэффициент Дисконтирования гамма То есть Вот это Будет наша Награда РТ Это будет Гамма На все Наши следующие Награды Потом Если я возьму И в этот штрих Захочу вот так же Раскрыть Да То что получится Это будет Награда В шаге Т плюс 1 Да Когда я сделаю этот шаг Плюс Гамма На все что дальше И в итоге У нас гамма Будет сначала В первой степени В квадрате В кубе И так далее И так далее Что интересно Что с помощью уравнения Беллмана Мы с вами Можем полностью Вычислить Функцию ценности У нас для этого Есть два Простых Способа Первый простой способ Просто решить Уравнение В векторной форме Мы с вами Записываем Как R от S Нашу Модель Наград Предположим Что мы ее знаем Понятное дело Что если мы не знаем Модель наград Динамическую модель Мы не можем Вычислить функцию ценности Напрямую И мы можем Пытаться Потом мы с вами Такие вещи Будем рассматривать Будем пытаться Оценивать Динамическую модель Модель наград И на основе этого Вычислять Функцию ценности Но Предполагаем Что мы это знаем Получается Я могу записать Уравнение Беллмана В следующем виде Получается R Вектор V это вектор И наша Динамическая модель Да Получается Смотрите Это получается V Равняется R Плюс Гамма На P На V Да Давайте Сверим Часы V Равно R Гамма На P На V Да Что это значит Давайте возьмем Вот это вектор же Да Давайте возьмем его Итый элемент Да Это V от С Итый Верно Ну исходя Из этого Определения Да У меня Итый элемент Это вектор Это V от С Итый Так Он будет Вот это у меня Получается Столбец Правильно Ну раз Это столбец То и это столбец Давайте я Расставлю Где у меня Векторы P Получается Матрица И гамма И скаляр Получается Вот это столбец И вот это столбец Это произведение Все сходится Хорошо Получается Берем Итый элемент Отсюда Да Это R от С Итый Плюс Так Нам нужно взять Итый элемент Из этого вектора Да Умноженный на гамму Как скаляр Получается Гамму берем Как скаляр А теперь Давайте посмотрим Что за Итый элемент Этого вектора Итый элемент Этого вектора Это Итая строка Динамической модели Умноженная На вектор В Правильно Так Получается Это будет сумма По всем состояниям Я назову их Этого вектора Этого вектора При условии При условии Что я нахожусь В состоянии С Итом Да И умножаем На В От С Так что Выясняется Выясняется Что после того Котором С вами В таком векторном Виде Это все Запишем Мы можем Достаточно легко Выразить В Давайте сделаем Это Итак У нас есть Запись В Равняется Р Плюс Гамма П На В Перенесем Вот это В левую часть Получим В Минус Гамма На П На В Равняется Р Вынесем В Получим В Здесь Получается У нас Единичная Матрица Минус Гамма На П Равняется Р И теперь Нам нужно Просто справа Умножить На обратную Матрицу Вот к этой Умножаем Получаем В Равняется Р На Единичной Матрице Минус Гамма На П И это Вечтение Обратной Матрицы Где А и Большое Вот это Да Это Единичная Матрица Проблема Я ошибся Где я ошибся Я ошибся Здесь вот где Я решил Что у меня У меня Здесь Да У меня вектор Я умножаю Матрицу На вектор Слева Поэтому я Здесь неправильно Вынес Я прошу Прощения Мы это Переделаем Смотрите К упражнению Whatever Итак В Это Р Плюс Гамма На П На В Переносим По прежнему Эту часть Я сделал правильно В Минус Гамма На П На В Равняется Р Вот теперь Когда я вектор В буду Выносить Да Я должен Помнить Что здесь Матрица П Умножалась На вектор В Она была Слева Он был Справа Соответственно Когда я в вынесу Он тоже должен быть Справа Поэтому здесь Будет единичная Матрица Минус Гамма На П И здесь Будет В Равняется Р И теперь Я должен Слева умножить Обе части На обратную Матрицу Вот к этой Получаем В равняется Единичная Матрица Минус Гамма На П Обратная Матрица На Р Причем У вас Вот эта Матрица Всегда Обратима По-моему Ситуация Где она Необратима Это если У вас Гамма Будет Равняться Единице И марковский Процесс У вас Будет Такое Что вы Из этого Состояния Можете Перейти Только в Итое Состояние Тогда Ваша Динамическая Модель Будет Единичной Матрицей Но это Очевидно Вырожденный Случай По-моему Во всех Остальных Случаях Она Обратима Итак Отлично Мы с вами Нашли Нашли В Это Здорово Что мы можем Это сделать То есть Получается Что как только У вас есть Как я уже Сказал Модель Наград Динамическая Модель Вы можете Найти Функцию Ценности И определить Ценность Каждого Состояния Что интересно Это не единственный Способ И он Требовал Получается Обращение Этой Матрицы Можно это Сделать С помощью Динамического Программирования Мы с вами Просто наш Мы заводим Массив В Да Количество Элементов Количество Состояния Интересируем Любыми Значениями Например Нулями И после этого В течение Какого-то Количества Шагов Пока В не Перестанет Изменяться Мы с вами Считаем Новое Приближение Для В Да То есть В Ката Это Ну Для каждого Состояния Да То есть Ценность Состояния С на Катом Шаге Это Награда Которую Ожидаем наград Которую Получаем Состояние С Мы знаем Это Значение Плюс Оценка Будущих Наград На Основе То есть И дальше Ожидаемая Награда Что здесь Интересно Интересно Что если Вы Инициализируете В нулями То в этом Случае Ваша В Катая От С Это Будет Точная Оценка Награды На К Шагов Вперед Точная Оценка Ожидания Награды То есть На 0 Шагов Вперед Ожидание Награды 0 На 1 Шаг Вперед Это Получается Будет Просто R От S Да Плюс 0 Ну и Так Далее Соответственно Здесь Вы тоже За небольшое Количество Итераций Садитесь К Такому же Решению Причем Что интересно И это Важно Знать Что А ну Это На самом деле Довольно Очевидно Ну что Функция Ценности Ну да Она Единственная Соответственно Любое решение Вас приведет Именно От ней Да Это Не то что Я про Другую Охота Сказать Но Об этом Мы еще Успеем Поговорить Итак Мы с вами Разобрали Марковский Процесс Наградами Мы с вами Не принимаем Решение Но тем не менее Мы можем Считать Ожидание Награды И ценность Того или иного Состояния Оценивать И наконец Мы переходим К марковскому Процессу Принятия Решений Он характеризуется Всеми теми же Компонентами Но Добавляется Еще Одна И две Немного Меняются У нас по прежнему Есть конечное множество Состояния С У нас теперь С вами Добавляется Конечное множество Возможных действий А Это действие Которое будет Сажать наш агент У нас с вами Есть динамическая модель Но обратите внимание Что она немного Трансформировалась То есть Если раньше Мы говорили О вероятности Того что мы Перейдем В состояние С' При условии Что сейчас Мы находимся В состоянии С То теперь Мы будем С вами Говорить О нашей вероятности Перейти в состояние С' При условии Что сейчас Мы находимся В состоянии С И совершаем Действие А Меня очень Забавляет Что фраза В состоянии С Совершал Действие А Очень похоже На Мне кажется Полицейский протокол Какой-то То есть Гражданин Такой-то Находясь В состоянии С Совершал Действие А Вот И теперь У нас Также Трансформировалась Модель Наград Мы теперь Получаем Награду Не просто От того Что мы Пришли В состояние С От того Что мы В состоянии С Совершили Действие А Теперь Вот это Наша Модифицированная Модель Динамическая Модель Модифицированная Модель Наград Конечное Множество Стояний С Конечное Множество Действий И наш Коэффициент Сконтирования Гамма Вместе Составляют Марковский Процесс Принятия Решения Окей Теперь Из-за Этого У нас Появляется С вами Новое Понятие Это Понятие Политики Мы с вами С какой-то Формой Политики Сталкивались Когда говорили Про бандитов Мы говорили Что мы Принимаем Решение О том Какое действие Совершить За какую руку Дернуть И когда у нас Появились Контекстные Бандиты Мы говорили Что это Зависит от того В какую задачу Мы попадаем С каким состоянием С мы имеем Дело Так Получается Теперь Мы с вами Будем Задавать Вероятность Того Что наш Агент Совершит То или иное Действие Когда он Находится В состоянии С И политикам Тоже в двух Видах К нам Приходит Либо это Стохастическая Политика Это значит Что В состоянии С То какое Действие Слышит Агент Это не Определено И выбирается То или иное Действие Со соответствующей Вероятностью Либо это будет Детермированная Политика Сейчас мы К ней Перейдем Там у вас Для каждого Состояния С прописано Четкое Четкое Действие Соответственно Наша Политика П Да Давайте Я То что вы видите На слайде Объясню То есть Для каждой пары Действия А в состоянии С Да У нас Есть Некоторое Ставит Соответствие Этой паре Некоторое Число От нуля До единицы Да Это вероятность Того что Агент Находясь В состоянии С Выберет Действие А Соответственно П А при условии С Это Вероятность Того что Агент Выберет А при условии Что находит В состоянии С И Понятное Дело Что сумма П От А При условии С Должна быть Равна Единице Если мы Суммируем По всем А Что это означает Это значит Что Сумма Вероятностей Того что Агент Выберет То или иное Действие А Когда Наход В состоянии С Должна быть Равна Единице Что в состоянии С Он какое-то Действие Обязательно Выберет Если у нас Политика Детерминированная То мы можем Просто сказать Что у нас Есть то же Самое П От А При условии С Но есть Один нюанс Что П От А При условии С Должно равняться Либо нулю Либо единице И для каждого С Только для одного Действия А Это будет Единица А для всех остальных Должен быть Ноль То есть Та же самая Снохастическая Политика Просто вероятность Выбора одного Действия Это единица А вероятность Выбора Других действий Это ноль Либо вы можете Детерминированную Политику Просто задать Как отображение Из множества Стояний Множество Действий Тогда у вас Просто будет Это П от С И равняется Действия Так Как только у нас С вами появляется Марковский процесс Принятия решений У нас теперь есть Наши действия У нас есть политика То есть Агент будет Находясь в том или ином Состоянии Сверяться С своей политикой И смотреть Окей Если я действую В соответствии С данной политикой То С какой вероятностью Какие действия Я принимаю Причем Обратите Обратите внимание Что когда Агент Находится В этом состоянии В состоянии С Он уже Как бы Не делает Выбор Вот У него есть Тахистическая политика И говорит Действие А с вероятностью 0.3 Действие А1 С вероятностью 0.3 Действие А2 С вероятностью 0.7 Агент В этот момент Уже не выбирает Рационально Между этими Двумя действиями Он просто Подкидывает Монетку То есть Он случайно Выбирает То есть Выбор Агента Реальное Принятие Решений Это Формирование Политики Пи Когда У вас Политика Пи Выбрана Вы дальше Ей просто Руководствуетесь Слепо Никаких Из Ну Понятно Да В чем Идея То есть Во власти Агента Сказать Теперь Отныне В состоянии С Я буду С вероятностью 50% Выбирать Это действие С вероятностью 50% Это действие Но когда Он до этого Состояния С дойдет Он вот этой Политикой Своей руководствуется Уже Не Не влияя На выбор Между этими Двое действие Просто Подрастаем Монетку Смотрим Если Орел Значит Это Если Решет Кто Другое Так Окей Это Понятно Теперь Evaluation И Control Evaluation Получается Оценка А Control Получается Контроль Что Это Такое Это Два Важных Понятия Для Reinforcement Learning Которые Посвящены Следующему Смотрите У меня Есть Агент И У него Есть Какая То Политика Хорошая Верно Она Может Быть Плохой Политикой И Что Интересно Что Политика Влияет На Вашу Функцию Ценности То есть Представьте Себе Шахматиста Плохого Шахматиста Который Отдает Фигуры Противнику Который Подставляется Под маты И так Далее Да Функция Ценности Состояния Для него Будет Очень Низкая То есть Если У вас Плохая Политика Которая Не Максимизирует Вашу Награду То Она Влияет На Ценность Состояния Для вас То есть Если Боксер Стоит На Ринге И В него Летит Удар А Это Плохой Боксер И он Не Способен От него Вернуться Для него Функция Ценности Данного Состояния Очень Низкая Если Это Очень Компетентный Боксер Который Способен Вернуться То Для него Функция Ценности Это Состояние Может быть Довольно Высокой То есть Я хочу Сказать Что Ваша Политика Определяет Ценность Довольного Состояния Для вас Окей Так вот Evaluation Это Наша Попытка Оценить То есть Получить Функцию Ценности Каждого Состояния При Данной Политике П То есть Это Для нас Полностью Политику П Характеризует Для нас Самая важная Награда Если Это Политика П Такая При которой Мы Получаем Много Наград И функция Ценности В каждом Состоянии С Высокая Это Хорошая Политика Если Ожидание Награды В каждом Состоянии Низкое То Это Плохая Политика Соответственно Получение Функции Ценности Для данной Политики Это Evaluation А Control Это Поиск Лучшей Политики Той Политики Которая Даст вам Максимальную Функцию Ценности То есть Такую Функцию Ценности Что Ее Значение В Тех Состояниях Будет Максимально Сегодня мы С вами Не рассматриваем Control Мы рассматриваем Evaluation Так вот Политик Evaluation Это попытка Оценить Функцию Ценности Для данной Политики Но Что Забавно Давайте Посмотрим На марковский Процесс Принятия Решений И Увидим С вами Что Здесь Динамическая Модель Другая Не такая Как В марковском Процессе С наградами Но Как я уже Сказал Когда вы Политику Выбрали С этого момента Вы в этих Состояниях Уже Никаких Решений Не принимайте Просто Руководствуйте Этой Политикой Правильно Соответственно Если я В состояние С пришел Я смотрю На свою Политику Я уже Знаю Распределение Действий Которые Я могу Предпринять Правильно Если я знаю Распределение Действий И я знаю Эту Динамическую Модель То это Значит Что я Уже Могу Почитать Распределение Состояния В которое Я приду Правильно И точно Так же С наградами То есть Если я Да Моя награда Зависит От состояния И от действия Но я Находясь В данном Состоянии Консультируя С политикой Я знаю Распределение Действий Которые Я могу Принять Совершить Значит Я могу Предсказать Распределение Наград Что получается Получается Что марковский Процесс Принятия Решений С момента Когда вы Фиксируете Политику Превращается В марковский Процесс С наградами С этого момента Выбор Полностью Из этого Процесса Исключен Все что нам Нужно сделать Нам необходимо Переформулировать Динамическую Модель И модель Наград Давайте посмотрим Как это Конкретно Сделано Смотрите Теперь Мы с вами В качестве Верхнего Индекса У динамической Модели Модели Наград Пишем Политику П Смотрите От того Какая у вас Политика Зависит То как Меняются Состояния Правильно То есть Если вы Шахматы Ходите Одним Образом То это Будет приводиться К одним Позициям Если другим То к другим Позициям И то же самое С модель Наград Получается Я могу Теперь Взять И записать Вот смотрите Наша динамическая Модель П с верхним Индексом П Теперь Там Не нужно Действие Смотрите Вероятность Что я окажусь В состоянии Штрих При условии Что сейчас Я в состоянии С Это сумма По всем Моим Действиям Да И дальше Вероятность Того что я совершу Действие А В состоянии С Умножается На вероятность Того что я Перейду В С Штрих При условии Что я Совершил Действие А в состоянии С Понятно Да Это формула И у нас В итоге Из-за того Что мы с вами Мы определились С политикой У нас Наша Динамическая Модель Становится Динамической Моделью Маркетского Процесса Наградами Не завершает Действие То же самое Происходит С нашими Наградами Ожидание Награды В состоянии С Это сумма По всем Действиям Вероятность Того что я В состоянии С делаю Действие А Умножить На Ожидаемую Награду Которую я Получу Когда я В состоянии С делаю Действие Смотрите Добавили Политику П И мы Можем Абстрагироваться От действий Действия нам Больше Как бы не Нужны У нас Просто Модифицировалась Наша Динамическая Модель В это П Большое С верхним Индексом П Модифицировалась Наша Модель Наград В Р Большое С верхним Индексом П Это Теперь Обычная Динамическая Модель И модель Наград Для Марковского Процесса С наградами И получается Функция ценности Точно так же Имеет Индекс Это Функция ценности Состояния С При условии Что мы Следуем Политики П И соответственно То же самое Уравнение Беллмана Только все Которые мы Применяли для Марковского Процесса С наградами Только теперь У нас все С верхними Индексами П Та же самая Запись Здесь Только все С верхними Индексами П То же самое Вычисление Здесь И Тоже самый Вариант С динамическим Программированием Значит вопрос Следующий Я повторю Просто для стрима Чтобы было слышно Что когда мы С вами Руководствуемся Этим Mark of Assumption Когда мы говорим Что Мы предполагаем Что следующее Состояние Зависит только От текущего состояния И не зависит От всей истории Точнее Что Текущего состояния Достаточно Для предсказания Какое следующее Состояние Что это Может быть Таким упрощением Что это так Подрежет крылья Нашему агенту Что он будет Плох И так далее Смотрите Дело в том Что вы сами Вольны Определять Что вы будете Считать состоянием Вы в состояние Вы в состояние Можете Вписать Все Вы даже В состояние Шахматной Партии Можете Вписать Всю историю Ходов То есть Это Mark of Assumption Оно на самом деле Вас никак не урезает Другое дело Что Если вы Настолько Сложное состояние Возьмете То это Приведет к тому Что ваша Динамическая модель Будет очень сложной Потому что У вас пространство Состояния Будет огромным Это множество Состояния Оно будет просто Конечным По прежнему Да Но огромным И Тогда Смотрите Вы допустим Говорите Я считаю Что история Допустим Допустим Вы не представляете Себе Как работают Шахматы Вы на всякий случай Перестраховываетесь И говорите Вот это состояние В шахматах Это вся история Ходов И теперь Представьте Что ваш агент Играет в шахматы Против противника Какого-то И Там Какое-то положение На доске Фигур И ваш агент Знает У него было В обучении Он знает Как надо ходить В такой позиции Если вы пришли К ней По одной траектории Ходов Ваших и противника Но так как Вы разделили это Вы сказали Нет Это два разных Состояния В зависимости от того Какие ходы К этому привели То ваш агент Говорит Я не знаю Как здесь ходить Потому что Я никогда По этой последовательности Ходов Сюда не приходил Вы чувствуете Что это избыточно Было так делать Вы хотите На самом деле Чтобы был элемент Обобщения Чтобы агент И говорил Окей Для меня Это и то состояние Это на самом деле Одно и то же Так как я был там То я знаю Как действовать здесь Понимаете Понятное дело Да Что в какой-то момент Упрощение Может дойти до того Что вы действительно Теряете Да Но при этом Это упрощение Оно необходимо И элемент Обобщения В обучение Тоже вносит Эта лекция была посвящена Марковским процессам Принятия решений А на следующей лекции Мы будем рассматривать С вами решение Содачи контроля В марковских процессах Принятия решений Спасибо До свидания До свидания